Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацимаэр. Из соображений безопасности Россия ввела запрет на полеты в Египет и в Турцию. Тур-операторам рекомендовано приостановить продажи туров в эти теплые страны и они уже аннулируют проданные. Надо сказать, что до сих пор в Египте и в Турции в сезон отдыхало более 8 миллионов наших соотечественников. Что же теперь им делать? Где отдыхать? И по какой цене? Об этом сегодня мы будем говорить с гостем нашей программы. У нас в студии старший преподаватель Института управления экономики и финансов кафедры сервиса и туризма Казанского федерального университета, кандидат экономических наук Олег Бунаков. Здравствуйте, Олег Александрович. Добрый вечер. Ну вот, теперь прощай Турция, прощай Египет. Скажите, пожалуйста, есть ли альтернатива? Куда теперь податься нашим российским отдыхающим? Вы знаете, земной шар достаточно большой и альтернативы, конечно же, они всегда есть. Вопрос, который встает сейчас перед нашими туристами, первый, это не какая именно альтернатива есть, а есть ли альтернатива за те же деньги, что стоили туры в Турцию и Египет. И вот здесь возникает как раз проблема, потому что, если посмотреть по стоимости путевок, то Турция и Египет у нас однозначно занимают первые места по доступности для граждан. Ну и, несомненно, это, конечно же, наиболее популярное направление. Поэтому альтернативы есть, но по таким деньгам, к сожалению, альтернатив на сегодняшний день практически нет. Как я знаю, Турция стоила порядка 50 тысяч в сезон, Египет 30-25 тысяч. Вот если мы говорим о такой ценовой политике, о таком бюджетном отдыхе, что можно, куда можно поехать сейчас? Сейчас вот как раз у нас зимний сезон, основные продажи составляли туры в Египет до введения запрета. И именно если говорить о ценнике в 20-30 тысяч рублей на человека, то однозначно альтернативой могут служить только туры по России, экскурсионные какие-то туры. Для тех, кто хочет все же понежиться на солнышке и посетить какие-то курорты морские, то все равно придется доплачивать энную сумму. Какую приблизительно? Здесь зависит от направления, в первую очередь. То есть это может быть, например, Индия, которая сейчас набирает обороты популярности у наших туристов. И Вьетнам, в общем-то, тоже. Но сумма, которую придется доплачивать, уже будет побольше. То есть туры в эти страны, они начинаются где-то от 35-40 тысяч на человека. Здесь уже, конечно же, ценовой порог совершенно другой. Надо также отметить, что Индия, Вьетнам, Таиланд, азиатские страны, они практически не работают по так полюбившейся россиянам системе. Все включено. Да, все включено. И, несомненно, этот фактор, он будет тоже влиять на выбор туристами того или иного направления. То есть как скоро они подстроятся, вот эти страны, под нужды российского туриста, как скоро они будут массово предлагать вот эти all-inclusive пакеты, которые действительно любимые и они удобны, особенно для путешествующих с детьми. Вот как раз вы сказали Таиланд, Индия, вот эти вот страны, Вьетнам. Для нас, для многих очень эти страны абсолютно неизведанные еще. Но, насколько я слышала, что касается уровня гигиены, нужно какие-то прививки делать, безопасность, опять-таки, и Турция, которая была для россиян много-много лет, действительно отключалась голова у многих, и можно было спокойно оставлять детей где угодно и так далее. Вот сопоставима ли в этом плане Индия и Турция в плане безопасности, гигиены, чистоты? Вы знаете, вопрос очень интересный, потому что любой курорт — это, можно сказать, страна в стороне. То есть, например, возьмем известный курорт Гоа, Индия. Индия славится, даже не будем говорить «славится», она известна своей негигиеничностью в целом. Вот об этом и вы, наверное, тоже слышали неоднократно и видели в роликах о стране то, что там действительно часто какие-то заболевания массовые, эпидемии. Но все эти эпидемии и практически все вот эти неприятности, они обходят страну курортную зону, где следят все-таки власти за гигиеной, за их состоянием, где практически отсутствуют какие-то промышленные предприятия крупные, то есть отсутствует загрязнение. И вот это можно сделать вывод на основании этого, что все-таки в целом относительно безопасно для туристов с точки зрения гигиены, я имею в виду, посещать эти страны. Разумеется, нужно помнить общие правила безопасности, то есть все равно, как ни крути, это жаркая страна, азиатская страна с специфической пищей, специфической водой даже. И многие реагируют на вот эту пищу и воду по-разному, то есть организм непредсказуемо может реагировать. Но в целом в курортной зоне, если вы не будете посещать какие-то отдаленные экскурсионные объекты, это относительно спокойнее для отдыха страны. И безопасно. Если сейчас вот все-таки вернуться в нашем разговоре к Турции, я знаю, что 6 тысяч путевок примерно уже продано в Турцию. Что происходит на рынке туризма сейчас с теми людьми, которые уже купили путевки в Турцию или Египет? Что им заменяют эти путевки? Или они вынуждены лететь в какую-то другую страну? Что происходит? Или они потеряли деньги? На самом деле здесь вот хотелось бы сказать, что то потрясение, которое вообще произошло с отраслой туризма в ноябре месяце, вот этого 15-го года, ну такого рода потрясений история российского туризма еще не знала. То есть у нас в начале месяца закрылось направление Египет, операторы стали массово перебронировать туры, то есть они предлагали туристам вместо Египта отправиться на отдых в Турцию, где по счастливому стечению обстоятельств в этом году очень хорошая погода и сезон значительно продлился. То есть, в общем-то, в начале ноября те, кто выбрали вот буквально сразу же после закрытия Египта Турцию, они не прогадали, они неплохо отдохнули, застали теплое море, получили так называемый all-inclusive пакет. Сейчас все будут завидовать. Многим не пришлось доплачивать за это, ну кто-то и доплачивал, разумеется, вот. Вот, а те, кто купили, но не успели съездить в Турцию до запрета, они на самом деле оказались сейчас в такой некой патовой ситуации, потому что операторы средства туристам на данный момент пока возвращают очень неохотно. Предлагают эти средства заморозить на сроком до одного года. Этими замороженными средствами они предлагают воспользоваться при выборе других каких-то своих направлений. Однако тут возникает проблема, о которой мы уже с вами упомянули, проблема цены. Потому что Турция и Египет у нас наиболее экономичные были варианты, остаются более дальние, более экзотические, более дорогие варианты. И вот сейчас возникает вопрос, значит, что делать этим туристам, которые не поехали ни в Египет, ни в Турцию. На самом деле, на мой взгляд, может быть, стоит немного переждать. Может быть, стоит немножечко затаиться и подождать, что будет, да. Потому что все-таки ситуация постоянно развивается. Уже буквально второй или третий день ходят в интернете активные слухи об открытии грядущего Египта. Я никак не могу это пока прокомментировать, но слухи ходят. И у нас слухи обычно не без оснований. Не бывают на пустом месте. Абсолютно точно. Будем ждать каких-то хороших новостей с берегов Африки, с Египта. В случае, если все-таки не откроется ни Турция, ни Египет, то придется, наверное, этим туристам посещать наши курорты Краснодарского края или Республику Крым, вновь вошедшую к нам. Мы обязательно поговорим еще подробнее о Крыме и Краснодарском крае. Я хотела бы поговорить, буквально один вопрос, задать про туристический бизнес. Перед этой программой я честно обзвонила огромное количество казанских туроператоров, турагентств. И хотела пригласить на программу кого-то из специалистов из этих агентств. И все отказываются. И у меня сложилось такое впечатление, что туроператоры казанские боятся говорить о том, что происходит у них в турфирме и так далее. Правда ли это? Вы знаете, они не то что боятся. Они просто не хотят сейчас комментировать как-то ситуацию, которая случилась, в общем-то, не по их вине абсолютно. И не хотят выглядеть лишний раз в глазах телезрителей лицами, которые причастны к запретам. То есть не хотят выглядеть просто в негативном ключе. Их, в общем-то, можно понять, потому что вот эти случившиеся запреты, это запреты все-таки в большей степени связанные с запретами причин безопасности, политические запреты. Они, операторы, должны сейчас перестроиться очень быстро. То есть они должны выбрать векторы своего развития нового. Потому что для некоторых операторов в Турции и Египет это было более 50% всего объема продаж. Соответственно, сейчас они за один месяц лишились этих объемов. И им нужно какие-то новые направления развивать. В частности, уже некоторые операторы более активно заявили о своих претензиях на российские курорты. Некоторые операторы активизировали свою деятельность на курортах Иордании, Израиля. Даже на таких, знаете, не зимних курортах, например, в таком курорте, как Тунис. Они тоже уже пытаются ставить туры, развивать их. И, в общем-то, то есть они сейчас, их все усилия направлены на то, чтобы альтернативно заменить Турцию и Египет из своих предложений. Не потерять в деньгах. Ну, к сожалению, как я опять-таки прочитала в интернете, рынок упал, и многие турфирмы просто обанкротились. И даже прекратили свое существование. Если мы будем говорить о наших отечественных курортах, да, правда ли, что многим или некоторым россиянам сейчас будет сложнее получить загранпаспорта? То есть они станут невыездными или визы получить в другие страны? Вот опять-таки тоже я читала в интернете об этом. Правда ли это? Вы знаете, ситуация с невыдачей или паспортов, или неполучением той или иной въездной визы, это, в общем-то, всегда было. Другой вопрос, что на сегодняшний день ситуация развивается достаточно непредсказуемо. Здесь постоянно вводятся новые запреты, вот, причем, я бы даже не назвал это запретами, это рекомендации. Сейчас это модное очень слово. Рекомендации на поездку в ту или иную страну. Или рекомендации не посещать ту или иную страну. В частности, вот, относительно Турции, я бы хотел сказать. У нас сейчас нет запрета именно на поездки в Турцию. Запрета как-то кого нет? У нас есть рекомендации не посещать страну. У нас есть запрет на посещение Египта. Поэтому здесь хочется сказать, что действительно многие категории лиц, они на данный момент в связи с такой геополитической обстановкой, имеют ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. И я думаю, тем самым они помогут развивать наши российские курорты. Активнейшим образом это сделать причем. Ну, здесь даже с психологической точки зрения, мне кажется, что, конечно, 70 лет все мы в течение советской власти, наши предки, ездили отдыхать в Крым и в Краснодарский край. И вы помните эти фильмы, в которых показано, как просто штабелями люди на пляжах Краснодарского края и Крыма лежат. И все абсолютно здания, домики, включая сарайчиков, заполнены туристами. Сейчас все-таки люди избалованы за границей. И многие уже там побывали и ни один, и ни два раза. И привыкли все-таки путешествовать за границу и отдыхать за границей. Скажите, как это скажется конкретно вот на Краснодарском крае и Крыме? Сможет ли Крым и Краснодарский край обеспечить огромное количество оставшихся без Турции и Египта российских туристов? И какие-то последствия могут быть для этих регионов? На самом деле вопрос очень такой объемный. Первая часть это сможет или не сможет он обеспечить вот эти вот потребности туристские. На мой взгляд, сможет, но постепенно. То есть сейчас я не ожидаю, и многие специалисты не ожидают, что именно в летнее время на курорты Краснодарского края и Крыма хлынут огромные потоки туристов, которые до этого путешествовали в Турцию и в Египет. Я считаю, что все-таки вот эти вот иностранные, назовем их так, иностранные туристы, да, в кавычках, хотя это наши сограждане, они выберут просто другие направления отдыха за рубежом, больше их часть. То есть они выберут такие направления, например, относительно доступные, как Тунис, Болгария, Греция, может быть, Испания, но это уже другая немножко все-таки. Да, Черногория, некоторые из этих стран, они визовые и представляют сложность все-таки для поездки, но все равно альтернативы именно летом они будут. Проблема у нас возникает сейчас, зимой, когда Египет и все-все-все, это можно так охарактеризовать. Но вернемся к нашим курортам. Что касается инфраструктуры Крыма, отелей Крыма, то здесь ситуация пока действительно очень сложная. Туристы едут, но качество сильно страдает, количество тоже недостаточное. И сейчас отдых в Крыму можно охарактеризовать как отдых, ну, в общем-то, как будто в советское время. Мы вернулись, ничего практически не изменилось. Крым действительно требует больших экономических вливаний. Из него можно сделать жемчужину нашу, российскую. Однако это займет определенное время, и для этого требуются финансы. Пример Краснодарского края и Сочи, в частности, показали, что это можно сделать в вопрос цены и времени. Ну, и, конечно же, привлекательность для инвесторов тоже должна быть создана. В частности, вот как это было сделано в Сочи, непосредственно инвесторов привлекали налоговыми льготами, предлагали достаточно дешевую рабочую силу. Ну, то есть, были какие-то послабления, которые подтолкнули отрасль к развитию. Я ожидаю, что действительно сильно ситуация изменится в Крыму, когда откроется мост. Когда построится этот мост, откроется, и не будет вот этой вот паромной переправы. Вы знаете, сроки все время сдвигаются, но вот по федеральным каналам крутится реклама, что мы ждем мост. Эта реклама, наверное, запущена туристами, которые действительно ждут мост. Ну, жители Крыма тоже. Да, летом 2015 года неоднократно были большие очереди на паромной переправе в Крым. Там достигали они суток эти очереди. Но, как вы понимаете, отдых с маленькими детьми и сутки ждать переправы на пароме, то есть это, к сожалению, на сегодняшний день неприемлемо для туриста. Поэтому для многих это является реальным барьером. Вот. Я думаю, также требует ремонта, конечно же, и даже не ремонта, а переоснащения. Это аэропорты Крыма, которые тоже достаточно старые, то есть они требуют каких-то новых веяний. То есть они должны принимать любые типы судов воздушных, и они должны быть очень удобными для пассажиров. Они должны быть безопасными, это тоже сейчас все более и более актуально. Вот. Поэтому я думаю, что туризму в Крыме быть, рост будет этим летом, это однозначно, но он не будет на, так сказать, 40 или 50 процентов как раз от тех людей, которые отказались от поездок в Турцию и Египет по причине запрета. То есть рост будет, но он будет достаточно умеренный, на мой взгляд. Я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». И сегодня мы говорим о том, куда податься российским туристам в свете последних трагических событий в Турции и в Египте. И гость нашей программы – это старший преподаватель Института управления экономики и финансов, кафедры сервиса и туризма Казанского федерального университета, кандидат экономических наук Олег Пунаков. Олег Александрович, ну вот мы говорим сейчас о Краснодарском крае и о Крыме, как о некой альтернативе Турции и Египту. Но я уже слышала, что даже сейчас, когда не самая лучшая ситуация в этих регионах, и опять-таки холодно там, не так, как в Египте, сейчас уже взвинчивают цены на отели чуть ли не в два раза. Правда ли это? Вы знаете, ну, конечно, не в два раза, но действительно цены взвинтились. То есть, в общем-то, туристический бизнес, как и любой другой бизнес, он остро реагирует на неудачи конкурентов какие-то, да, на их промахи, и не на их промахи, собственно, на ситуацию. И однозначно цены на отдых на наших курортах повысятся. Вопрос в том, что в связи с этим повышением операторы могут переборщить немного и недополучить вот тех туристов, которых они могли бы получить, если бы цены остались на прежнем уровне. Наверное, сейчас вообще на месте операторов я бы повременил бы с повышением цен, потому что отрасль, она и так получила мощный удар по своему имиджу. Недавно был опрос в интернете, и около 70% россиян, в совокупности, я имею в виду, они ответили, что они не планируют вообще куда-либо ехать. Даже это касается и курортов российских. То есть они предпочитают проводить отдых либо в своем родном городе, селе, деревне, на даче. То есть они не планируют каких-то туристских поездок. И это не так, как было раньше? Это совершенно отличается от статистики предыдущих лет. То есть люди просто боятся летать? Они не доверяют операторам, во-первых, потому что в 2014 году прошла волна банкротств операторов. В 2015 году была тоже эта волна, но не такие крупные операторы были задействованы, так сказать. И вот это недоверие в целом к туристской отрасли, оно сейчас настолько велико. Кроме того, стоимость турпоездок, она тоже достаточно существенна. Все это заставляет людей осторожничать. То есть понятие раннее бронирование, которое существовало в предыдущие все годы, и оно постепенно набирало обороты, на сегодняшний день практически заявок по раннему бронированию нет. То есть люди ждут последнего момента. Наступает время отпуска, они приходят в турагентство, может быть, приходят, а некоторые даже и не приходят, они берут и летят дикарем. То есть сами приобретают себе билет, сами приобретают себе размещение в отеле, пользуются крупными сайтами, вот как раз поисковыми по отелям, пользуются путеводителями. Сейчас практически по всем туристским направлениям есть хорошие сайты, экскурсионные, транспортные сайты, просто полезные мелочи для туриста. И составить себе тур собственноручно для подкованного человека, я имею в виду подкованного в интернете, то есть уверенного пользователя компьютера, не составляет никакого труда. И это зачастую дешевле, потому что нет накруток, у тогда туроператора и турагента, соответственно, они могут это сами сделать и полететь. В итоге страдают агентства. Вы упомянули вот про количество агентств, которые уже закрылись, ну я не могу вам сказать точные цифры, вообще количество турагентств это тайна за семью печатями, есть агентства, которые работают круглогодично, есть летние только, есть вообще, которые работают только по звонку, то есть кто-то там знакомый позвонил, забронирует тур, они открылись, забронировали и закрылись снова. Поэтому единственное, что могу сказать, что, конечно, их количество сильно сократилось, точную информацию можно, я думаю, получить у туроператоров, которые заключают ежегодно договора с этими агентствами. Я думаю, что в целом отрасли туризма, уменьшение количества агентств, возможно, даже пойдет на пользу, потому что очистятся ряды от недобросовестных каких-то людей, очень много случайных людей в туризме, которые открывали агентство для забавы, то есть потому что не требовалось ни лицензии, никаких разрешительных документов, то есть по сути можно было пойти, зарегистрировать ООО или ИП, открыть безболезненное агентство, поставить стол, компьютер и начать продавать туры, ну заключив договора, разумеется, с туроператорами. Сейчас эти люди, они окажутся перед необходимостью либо закрыться, либо активнейшим образом изучать то дело, которым они занимаются, потому что будут выживать сильнейшие. И, собственно, выживают сильнейшие, однозначно. Ну что ж, это тоже в какой-то степени естественный отбор. Если говорить о Татарстане, о Казани, в городе, естественно, сейчас зима, и многие хотят погреться на солнышке, как это раньше можно было сделать в Египте, у нас прямые рейсы из Казани в Таиланд, Индию, Вьетнам, Эмираты, насколько я знаю. Вот если сейчас многие, кто смотрит эту программу, планируют отдых на новогодние каникулы, расскажите, пожалуйста, конкретно об этих странах и какая там ценовая политика. Вы знаете, страны, которые вы перечислили, они действительно сейчас имеют прямые рейсы из Казани, в эти страны осуществляются прямые рейсы. Насчет ценовой политики вопрос достаточно такой сложный. То есть я буду называть, но, возможно, многие даже специалисты турбизнеса, которые смотрят нашу передачу, они будут так саркастически улыбаться, потому что цены, они действительно меняются. В туризме вообще принято динамическое ценообразование в зависимости от спроса, в зависимости от оставшихся мест. И поэтому вот этот вопрос цены, он немножко такой щекотливый всегда. Но в целом могу сказать, что из перечисленных направлений наиболее дорогим является направление Объединенной Арабской Эмираты. Это страна, которая в прошлом году, когда наш курс валюты сильно вырос, она не пошла на какие-либо снижения, то есть их цены остались в долларах прежними. И для россиян, соответственно, эти цены, они значительно увеличились. То есть на сегодняшний день отдых в Объединенных Арабских Эмиратах начинается где-то от 80-90 даже к 100 тысячам приближается. То есть это от именно цена. Что касается азиатских направлений, Вьетнам, Индия, Таиланд, то все зависит, конечно, от конкретных предложений и отелей, но здесь все достаточно доступнее. Где-то 30-35 тысяч на человека от, опять-таки, это вполне реально. Единственное, опять-таки, мы должны это упомянуть, хотя я сам не сторонник этой системы, все включено, что в данных странах, к сожалению, обычно в стоимость турпакета входят только завтраки, что заставляет людей брать достаточно крупную сумму с собой. В случае, если это едет семья, например, двое взрослых и ребенок, сумма уже становится действительно серьезной такой для семейного бюджета. То есть, например, семья едет на 10 дней. Я думаю, что в районе 800 или 1000 долларов с собой ей придется взять, чтобы там питаться, может быть, съездить на какую-то экскурсию, купить минимум каких-то сувениров. Эта сумма, вот, она минимально необходимая. В наших сейчас реалиях это... Средняя зарплата в Татарстане 13 тысяч рублей. Это около, получается, значит, грубо говоря, 70 тысяч, да, там 65-70. Плюс это ведь к стоимости тура самого. Соответственно, стоимость всего отдыха становится такой, за которую раньше можно было даже в Египет пару раз, наверное, съездить. Вот. Поэтому хочется сказать, что, в общем-то, операторы идут навстречу, и даже идут навстречу многие страны, снижая цены. Но все равно для туриста, к сожалению, вот эта стоимость отдыха, она увеличилась, конечно. А Израиль? Многие наши соотечественники любили отдыхать в Израиле. Как вы считаете, сейчас может ли он стать некой альтернативой? Вы знаете, Израиль очень интересная, многогранная страна. Там развиты многие виды туризма. Но все-таки вот для наших соотечественников Израиль ассоциируется, в первую очередь, с медицинским туризмом. То есть это курорты Мертвого моря или напрямую в клинике Израиля для лечения каких-то узких заболеваний. Или к родственникам. Да, либо, это тоже нельзя не учитывать, и Турция тоже, кстати, к родственникам. Да, тем более. Да, особенно для нашей республики. Поэтому Израиль, наверное, конечно, увеличит присутствие российских туристов. То есть они будут стремиться в Израиль. И, кстати, даже после закрытия Египта, первое, что сделали российские операторы, они стали ставить рейсы в Израиль. Потому что из Израиля можно попасть в Египет. Очень легко, быстро, по суше. Граница проходится буквально за пару часов, и вы оказываетесь в районе Таба. То есть это Египет, Красное море, и отели на все включено. А сам Израиль, вы знаете, мне кажется, все-таки Израиль это одна из стран, где всегда практически было неспокойно с точки зрения безопасности. И вот этот аспект, он все равно всеми людьми осознается, и он будет приниматься, конечно, во внимание. Поэтому я не жду каких-то вот массовых, массового наплыва туристов именно вот в эту страну. Массового исхода в Израиле не будет. Паломнический туризм в Израиле очень развит. То есть Израиль своих туристов примет, увеличит, но вот какой-то там большой наплыв их не ждет, я думаю. В связи с этим, что касается прямых рейсов в Стамбул, скажем, в Турцию, из Казани, раньше они постоянно были, и учитывая, что очень много же казанцев и жителей нашей республики имеют родственников, бизнес в Турции и так далее, что касается прямых рейсов из Казани в Стамбул, например, они будут осуществляться? Они осуществляются, нет риска, что и... Вот насчет того, что будут они осуществляться или не будут, я не могу вам, к сожалению, на данный момент сказать. Сейчас они осуществляются. То есть у нас вышел указ президента, запрещающий чартерные перевозки в Турцию. Чартерных перевозок не осуществляется. Регулярные рейсы в Турцию, в частности, вот рейсы авиакомпании «Турецкая авиалиния», да, они из Казани осуществляются по расписанию. Вот, однако, конечно же, все потребители, все туристы, они смотрят телевизор. И вот эти вот турецкие авиалинии, компания, она ощутила уже сейчас, я думаю, сильно ощутила уменьшение спроса на свои билеты. Турецкая авиалиния – это одна из крупнейших вообще авиакомпаний, которая осуществляла из Казани не только прямые рейсы в Стамбул, но и транзитные через Стамбул в крупные города Европы. То есть многие путешественники, например, летели, ну, грубо говоря, в Париж через Стамбул. Вот, пусть это не совсем по дороге, скажем так, да. Но это дешевле, я сама летала во Франкфурт, через Стамбул, это было дешевле, чем через Москву. Абсолютно верно. И при том это было очень удобно. Ты зарегистрировался, сел в самолет, прилетел в Стамбул, перешел из терминала в терминал, то есть сел на другой самолет, ни багаж, ничего не получается. То есть он сразу перерегистрируется сам, вот, и, в общем-то, это было удобно. Поэтому вот такие клиенты сейчас, конечно, они от турецких авиалиний стараются отказаться, потому что все-таки опасность существует. Вообще, в целом, работа турецких компаний пока у нас продолжается, она идет в штатном режиме, но вот опасения людей, они, конечно, есть. И, возможно, даже никакого запрета и не будет, но сама авиакомпания, в связи с тем, что спрос сильно упал, она сама сократит количество рейсов, потому что пустые самолеты нерентабельны, абсолютно верно. Как в свое время было с авиакомпанией Финэйр, которая приостанавливала полеты в Хельсинки из Казани на определенное время, вот, в связи с ростом курса валют. Но потом опять начала летать в обычном режиме. Ну, я так понимаю, что, исходя, в первую очередь, из ценовой политики, все-таки придется многим россиянам отдыхать в России. И я изучила, вот, насколько могла, сайты турагентств, что предлагают агентства нашим соотечественникам, конкретно турагентства Казани и Татарстана. Это отдых на Курилах, на Байкале, на Алтае, в Карелии и на Соловках. Огромный выбор. Вот, очень интересно, очень много достопримечательностей и неземной красоты природа. В общем, все это понятно. Но вот как вы сами считаете, например, люди с детьми, которые не могут позволить себе далекие поездки, даже ни Таиланд, ни Гуа не могут себе позволить. Вот вы сами, что бы посоветовали таким семьям казанским? Ну, во-первых, относительно тех направлений, которые вы назвали, вот мне запомнилось Соловки, Валдай. То есть, вы знаете, это направления, в первую очередь, экскурсионные. То есть, они подразумевают, что вы будете достаточно большое время находиться в пути, осматривать какие-то достопримечательности, в частности, монастыри, которыми у нас славится Север. Плюс ко всему, это достаточно суровый климат, если мы рассматриваем именно зимний период. Да и летом. Да, да и летом не жарко. Ну, вот я как раз спросила, поэтому, о комфортности такого отдыха. Ну, комфортность для истинных, так сказать, любителей посещать достопримечательности, это вопрос энный, то есть, не первостепенный. Для сиборитов, да, которые наработались за год и хотят просто отдохнуть. Но для массового туриста, для туриста с детьми, конечно, комфорт – это во главе угла всегда. Да. Сам человек, может быть, там, может и на охапке сена, да, переночевать, но своего ребенка он хочет в комфорте… Положить на подушку. Да, в комфорте, положить в теплое помещение и с хорошим санузлом, то есть, чтобы все было замечательно. И вот с этим, конечно, тут есть некоторые проблемы у нас, причем они даже больше связаны, наверное, с транспортной составляющей, то есть, с автобусами, дорогами, с их ненадлежащим качеством, прямо скажем, с большими расстояниями российскими. То есть, вот, большие российские расстояния – это проблема не только для иностранных въездных туристов, но и для нас с вами. Эти расстояния, они между достопримечательностями, в частности, они делают часто поездку, во-первых, дорогой, во-вторых, утомительной и, ну, как бы сказать, уже пока едешь, уже устанешь ждать просто. Просто приезжаешь и думаешь, господи, я ехал столько времени ради вот этого, да, то есть, вот этот момент, он немного смущает туристов, да, и вот все-таки те, кто отказались от Турции и Египта, я не думаю, что они выберут такого плана отдыха. Да, они все-таки выберут альтернативы, вот о которых я уже говорил, то есть, это либо зарубежные, либо наши, но не глубинку какую-то России, да, не окраины, наоборот, ее, а вот именно спокойный, размеренный, пляжный, либо крупный городской отдых, вот как, например, мы, Казань, которые принимаем регулярно большие группы туристов и, в общем-то, ежегодно увеличиваем турпоток. Вы сказали, что россияне сейчас, многие предпочитают отдыхать, что называется, дома, на даче или где-то с палаткой и так далее. Вот что предлагает в этом смысле Татарстан? Может быть, действительно, не стоит тратить десятки тысяч рублей, уезжая в какую-то другую, далекую, непонятную, чужую страну? Ну, что, не отходя, долго не путешествуя, что в этом смысле можно найти в Татарстане, интересное? Вы знаете, Татарстан, он у нас очень богатый на какие-то туристские объекты. Надо сказать, что мы один из дневных регионов вообще, где есть памятники ЮНЕСКО, и он у нас не один, то есть у нас не только Кремль, но и Болгар теперь является памятником ЮНЕСКО. Поэтому, разумеется, вот даже тот же Болгар для наших туристов, он может быть очень интересен. Качественный рассказ гида, качественная восстановленная инфраструктура, хороший музей, возможности перекусить, остановиться, то есть там уже и гостиницы есть. Все это делает, в частности, например, даже Болгар, местом, куда люди приезжают не на час, как раньше, там полтора, бегом, бегом, бегом и обратно, а они приезжают на достаточно продолжительное время. Кроме того, ну, разумеется, вот так же восстанавливан у нас и является хорошим памятником, красивым памятником Свияжск. Всем этим у нас занимается первый президент Дамитимир Шарип Шаймиев. То есть эта программа, она работает, он своим влиянием привлекает меценатов, которые вкладывают действительно деньги в это и восстанавливают памятники. То есть это... Это интеллектуальный опять отдых, понимаете, это опять отдых не такой семейный. Если маленькие дети, человек целый год трудился, можно ли в Казани, вот там же, тот же Свияжск или Болгар отдохнуть и телом, не только душой? Отдохнуть и телом. На самом деле, вот, вы знаете, все начинается с истории, то есть с каких-то культурно-исторических памятников. Появляются первые ласточки туристов, которые все это осматривают, им нравится, и потом они задаются вопросом, а что еще? Ну и наши, соответственно, жители тоже, да, они все это изучают и думают, что же еще? А еще оно начинает автоматически как снежный комок появляться. То есть бизнес понимает, что в Татарстан, в Казань едут какие-то категории граждан или свои сограждане активно путешествуют по республике, и они начинают делать предложения определенные. То есть вот, например, ну пусть это как реклама, даже просто считает, я не знаю, там, Ривьера наш комплекс, да, он появился ведь не случайно. У нас уже был на тот момент один аквапарк, но появился более современный, более удобно расположенный, вкупе с гостиницей, вкупе с конференц-залами комплекс, который стал сам привлекать новых туристов, и который стал излюбленным местом отдыха для горожан автоматически. Замечательно, да, так что достаточно оптимистичный прогноз вы нам дали. Спасибо огромное за интересную беседу, и я надеюсь, что наша программа сегодня, и наш консультант сегодня, это старший преподаватель Института управления экономикой и финансов кафедры сервиса и туризма Казанского федерального университета Олег Александрович Бунаков. Нам многое раскрыл глаза, и ваши консультации, ваши рекомендации сегодня помогли нам. Большое спасибо за интересный разговор. Спасибо вам огромное, что нас смотрели и слушали. С вами была Марина Хакимова-Гацимайр и программа «Разговор по чесноку». Всего хорошего, отдыхайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова